Здравствуйте! Сегодня говорим о Португалии, Турции, Таиланде. В общем, пробежимся по всему земному шару. Новости из Португалии в целом позитивные. Как известно, страна весьма популярна у иммигрантов, но официальные структуры с ковидных времен не справляются с гигантским потоком заявлений от всех желающих переехать на Пиренеи. Но вот в октябре 2023 года в стране организовали новое агентство по иммиграции и границам Эйма. Одна из его главных задач, наконец, разобраться с незавершенными иммиграционными делами, коих накопилось почти 350 тысяч. И скептики подсчитали, вот если решать задачу темпами 2023 года, управиться можно, но только до конца десятилетия. Сейчас же называются лишь примерные сроки, но все равно более разумные. К середине 2025 года аудиторы должны завершить большую часть дел, в том числе и по золотым визам. Одновременно в стране вот-вот должны запустить цифровой портал для онлайн-заявок на получение ВНЖ. Ну а тем, кто только присматривается к Португалии, я напомню, что там поменялась программа «Золотая виза». Теперь главным основанием для получения ВНЖ является не покупка недвижимости, а вложение от полумиллиона евро в государственные аккредитованные фонды. Из плюсов участвовать в такой программе могут и дети, и родители заявителя. Пришла январская статистика продаж по Турции. 2000 и еще 610 объектов купили иностранцы. Россияне опять больше всех 555. Год назад показатели были куда солиднее. И по общему числу, и особенно по числу российских сделок, тут разница вообще почти в три раза. Ну, оба показателя снижаются последний год. Собственно, январь 23-го был последним столь активным. Уже в начале февраля случились страшные землетрясения, и спрос пошел под откос, иностранцы сбавили обороты. С другой стороны, 555 сделок – это все равно немало. Статистические ведомства в других странах, конечно, не столь оперативны, но могу утверждать, Турция у россиян, да и, вероятнее всего, у украинцев, у казахстанцев по-прежнему страна номер один. Но падение зарубежного спроса – это в любом случае не слишком хорошо. И вот уже появились осторожные намеки, что власти Турции хотят активнее привлекать иностранных покупателей, даже планируют запускать какие-то рекламные кампании за границей. Вопрос, каков будет эффект, ведь это зависит в большей степени не от какой-то рекламы, а от конкретных действий. Мы уже замечали, местная недвижимость возвращается к статусу варианта для отдыха. В качестве места для переезда Турция слишком жестко, а главное, не слишком предсказуемо меняет условия. Лишь программа гражданства по-прежнему явно хороша. С инвестициями тоже непросто. Закон о краткосрочной аренде все-таки начал действовать. И по нашим данным проверки в феврале, причем неформальные, а основательные, они идут полным ходом. То есть чиновники приходят в комплексы, опрашивают сотрудников управляющих компаний, проверяют, кто реально живет в квартире и даже уже выписывают штрафы. С другой стороны, цены, особенно на вторичном рынке, на курортах Турции уже снижаются. Это пока не факты, а скорее ощущения, но все равно. По сравнению с летом 2023 года запрашивать стали на 15-20% меньше. И получается, что по сравнению с пиками годичной давности разница еще существеннее. В нашей традиционной рубрике «Объект недели» вновь отправляемся в Таиланд, на остров Пхукет. По статистике, около 80% иностранных покупателей видят в здешние недвижимости прежде всего инвестиционный шанс. Тут и доходность неплохая, есть гарантированные схемы. Обычно зарабатывают на краткосрочной аренде, но, возможно, и долгосрок. В общем, атмосфера творческая, значит, требует погружения в тему. Вот один из нюансов. На Пхукете много гостиничных апартаментов. Но одни называются такими скорее формально. Это просто квартиры в комплексах с бассейном, например. А есть проекты под управлением профессиональных компаний, которые без всяких оговорок являются гостиницами. Апартаменты обычно стоят для арендаторов дешевле. Но ведь для собственника по этой же причине интереснее могут быть гостиничные номера. Они-то приносят больше. К тому же многие туристы приезжают на Пхукет за полным, полноценным отдыхом. И они не стремятся экономить на том же питании. Конечно, в данном случае многое, если не все, зависит от управляющей компании. Сможет ли она обеспечить атмосферу, за которую захочется платить. Так вот, на этой неделе в нашем фокусе проект именно гостиничный. То есть с ресторанами, барами и прочими атрибутами качественного отдыха. Сама квартира 1 плюс 1, 47 квадратов, трехметровый балкон. Проект очевидно туристический, 100 метров от пляжа Корон. Для экспатов слишком курортно. Рассрочка до трех лет. Все прочие условия по ссылке в описании. Там же ссылка на другие предложения в Таиланде. И в заключении хочу пригласить вас на вебинары ПриАН. Нынешняя весна по разным причинам время активизации рынка. Представляем актуальнейшие темы. 28 февраля, то есть в ближайшую среду, мы рассматриваем действующие программы инвестиционного гражданства. Какие из них в принципе актуальны и отдельно какие актуальны для граждан России. Что, почем, а главное, зачем. И дополнительные вопросы на вебинаре. Может ли стать альтернативой второму паспорту европейская золотая виза? И если да, то какой страны? Далее. 5 марта, уже через вторник, поговорим о Кипре, о его недвижимости, о новых нюансах получения постоянного вида на жительство. И особо о текущих взаимодействиях с кипрскими банками. Что вообще сейчас происходит в республике Кипр? И, наконец, 12 марта обсуждаем, как получить максимальный доход на Пхукете. Собственно, мы подробно раскроем тему, о которой я говорил буквально минуту назад. Обсуждаем работу управляющих компаний, обсуждаем доходность апартов, доходность гостиниц, на что следует обращать внимание. На экране вы видите раздел «Вебинары» на сайте Приан, а все ссылки на конкретные вебинары также найдете в описании. А я на этом прощаюсь. Мира и безопасности всем. Если поднятые нами темы вам интересны, ставьте лайк. И до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok